Святочная неделя продолжается по всей стране. Это период между двумя большими праздниками – Рождеством и Крещением. Именно в эти дни издавна на Руси красные девицы и добрые молодцы гадали и каледовали. Десногорские ребята посетили историко-краеведческий музей и тоже заглянули в своё будущее. Они гадали по старинной книге, загадывали желания перед старинным колокольчиком и с нетерпением ждали, сбудется оно или нет. Узнать о предстоящих событиях маленькие гости музея могли, выбрав один из спрятанных сосудов. На дне пёрышка жди новостей, пуговица – прибавление в семье, появится брат или сестра, ключик к переезду, колокольчик к радости. Мальчишки играли в калечину-малечину, кто дольше продержит волшебный посох в ладони, тот и выиграл, но никто не хотел уступать. Девочки выбирали веник по нраву и пытались угадать внешность и характер будущего жениха. И несмотря на столь юный возраст участниц и желающих погадать на суженого, образовалась очередь. Мне понравилось, как мы выбирали себе мужчин, потому что он был очень весёлый. Мне понравилось, как мы выбирали себе мужа. И у меня попался муж, который будет носить меня на руках, и сильный он будет очень добрым. После того, как все участники святок в красках обрисовали своё будущее, ведущие зажгли свечу, и все ребята попрощались со своими страхами. Кто-то простился с бабой-югой, кто-то с привидением, а кто-то не рискнул озвучить свой страх, но мысленно тоже его отпустил. Ребята ушли в хорошем настроении, довольны предсказаниями и весёлыми играми. Мне понравилось, как мы ползали под колокольчиком, потому что мне так нравилось. Я умею ползать так, как солдат. Маленький сладкий подарок унёс с собой каждый гость святок-колядок. Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Деснатовая.